здравствуйте дорогие друзья с вами мастер фиде роман ежов прошлое воскресенье я принимал участие в турнире евгения шуалова у него набралось 20 тысяч подписчиков и в честь этого он решил отметить этот турниром мне удалось этот турнир выиграть и причем два раза сыграть с евгением и удалось вовсе два раза победить и я хотел бы вам показать эти партии значит я играю е4 черная е6 французская защита но зная все-таки что евгений очень неплохо играют французскую защиту и я решил не лезть в эти диаприю и уйти от теории сыграть слон е2 кто смотрел за моими видео видел что на сицилианскую защиту играю слон е2 и недавно я делал разбор кстати по этому варианту и по сути у нас все перешло сицилианскую защиту d5 d3 и c5 вот она сицилианская защита я перешел знакомый для себя вариант евгений конечно это увидел впервые я слушаю его трансляцию я лично не вел стрим я хотел в спокойной атмосфере такой попробовать себя в качестве зрителя я слушал евгения как следил за ходом его партии конечно чё греха то есть послушал иногда его рассуждение во время наших партий но тем менее я хотел не вести стрим отдохнуть и сыграть свое удовольствие и как показал результат видимо вести стрим не играть это очень тяжело потому что когда я веду стрим я играю значительно слабее и так е5 все согласно тому как я показывал как играть здесь за белых если с нами в сицилианской защите играют конь f6 и проводит е6 d5 е5 и в том варианте я показывал что надо конь d7 я пожалуй в описании выложу ссылку на теоретический файлик значит конь d7 конь f3 конь c6 и здесь много всяких ходов есть и слон е3 есть ход c3 я например в этой партии собирался сыграть c4 и после слон е7 равная позиция где-то евгений так во время партии рассуждал что конь d7 вроде как логично но конь g8 выглядит очень интересно я с ним согласен со мной такой никогда еще не встречалось конь g8 а ход вполне логично конь хочет залезть на 6 и залезть на f5 то есть принципе это типично для французской защиты конь f3 конь c6 рокировка конь а6 c3 пока все ходы вполне логично и особо комментировать я здесь не вижу слышно я ставлю коня на 3 здесь он идет на c2 очень часто идет на е3 и при этом контролирует центр черный играет конь f5 я ставлю коня на c2 ладья c8 и здесь со стороны белых было очень сильное продолжение g4 я его во время партии как-то недооценил не люблю раскрывать короля вот подобным образом потому что вечно после конь h4 какие-то тут проблемы ввиду хода h5 но здесь очень кстати находится мой слон на е2 который защищает это поле и не дает черную его сделать и после слон е3 у белых здесь поприятнее у них перевесик все фигуры стоят хорошо да король раскрыт но этим черный никак воспользоваться не мог в любом случае мне было немножко страшно переходить в этот вариант раскрывать так своего короля я не привык к этому особенно когда играю в блиц классику одно дело в блиц другое особенно под сейтнот очень неприятно иногда бывает я играю конь е3 я хочу другим способом выпить этого коня черные ставят ферзя на п6 напротив короля логичный ход я выбиваю этого коня и предлагаю разменять ферзей хочу брать очень сильного ферзя черные съедают и здесь совершают решающую ошибку здесь черным надо было обязательно задвинуть d4 не дать мне самому это сделать и не дать пойти слон е3 скорее всего после хода d4 я бы воспользовался пунктом c4 я бы пошел бы конь d2 слон е7 поставил бы слона на f3 должна была быть рокировка и после конь c4 владя d8 позиция приблизительно равны с обоюдными шансами игра идет на все три результата у белых свои слабость пешка d3 слабая рано или поздно черные съедят на пешку на c3 и пешка d3 будет под нападение пешка b3 тоже слабая у черных же ну не то что прям много слабости но пункт c4 они отдали нашему коню отдали неплохую диагональ моему белопольному слону поэтому позиция действительно объективно равны черные же здесь партии сыграли слон е6 и после этого я уже не потерял свой период я поставил слона на е3 черный играет а6 чтобы конь свободно мог передвигаться d4 задвигаю съедать и здесь съедаем именно конем не пешкой иначе пункт b4 даем а именно конем не нужна открытая линия что давить на слабую пешку d5 происходит размен слон идет на c5 я ставлю ладью на d1 происходит снова размен король е7 и все пешка d5 теряется ее не защитить ладья d1 здесь лучше было ее просто отдать сразу не защищать тогда были бы какие-то надежды после всех разменов на то что это все-таки ладийное окончание и ладийное окончание очень тяжело выигрывать все-таки не зря это считается самым сложным эншпилем видом эншпиля ладийное окончание отчетно сыграли ладья c5 и мне значительно облегчили задачу я пошел c4 пользуясь связкой брать пешку естественно нельзя ладья теряется и пешка d5 теряется мне две связанные сильные проходные центральные пешки черные убили слона я съел ладья b5 задвигаю пешку вперед король должен отходить и ставлю слона на d5 слон защищает пешку b3 черным попытались его выбить ну как попытались у них это получилось но у них новая слабость пункт е6 слабый весь седьмой ряд слабый сначала я защищаю пешку b ее просто так отдавать не хочу поменялись и теперь залезаю ладью на открытую линку ладьи вообще любят открытые линии и очень любят 7 ряд поэтому моя задача залезть ладью именно сюда сначала шаг отгоняя короля а теперь ладья c7 король защищает эту ладью происходит размен и ставлю ладью на c4 хочу снова ладья c7 черные попытались какую-то контур игру создать ходом g5 брать пешку не имеет особого смысла пока сначала сделаем шаг король d8 а вот теперь уже съедим ладья b5 и ладья h7 расчищая путь для пешки g черные съели пешку на e5 g6 но пешку g им уже не остановить сначала шаг король d7 и g7 и здесь Евгений признал свое поражение давайте посмотрим вторую партию во второй партии против Евгений я играл черными у нас сицилианская защита конь f3 e6 d4 cd конь d4 и здесь я сыграл слон c5 я иногда так играю этот дебют не совсем корректный но достаточно интересного блиц и сойдет блиц тяжело сопернику правильно против него реагировать более того я скажу я бы и в классе играл его против сильных соперников против международных мастеров мастеров кид и очень часто выигрывал или делал ничью что черными в принципе хороший результат против таких сильных соперников здесь Евгений играет конь b3 за сильнейший ход отходим слону на b6 c4 можно так играть на мой взгляд самый противный ход для черных я конь c6 конь c3 ставлю коня на е7 слон е2 рокировка и здесь ну не лучше всего здесь тяжело сказать что лучше всего или нет но лично для меня противно когда белый здесь задвигают c5 слон c7 играют конь b5 были такие партии не раз конь залезает на d6 перекрывает моего потенциально крутого слона надо играть f5 тогда рокировка б6 типичный подрыв для таких позиций и на ход f3 f4 сдвигаем все это типичным более того вы это все увидите в нашей партии с Евгением король h1 и конь g6 приблизительно равная позиция но у черных конечно пока не очень круто стоят два слона с ними надо будет разбираться пешка c5 сильная конечно потеряется мы ее поменяем но надо будет придумать еще способ как вывести этих двух слов у черных здесь атака на королевском фланге белые даже что-то делать по центру или на ферзевом фланге евгений дел очень интересный ход это h4 я вообще фанат движения крайних пешек вот так вот h4 остро играть против такого крайне сложно я играю в 5 я делаю типичные провожу типичную идею этого варианта идея это как раз поставить слона на c5 или на b6 если его прогонять конец a6 и 7 делать аркировку и провести f5 открывается линия f большинстве случаев после чего происходит атака на пешку f2 или если она не открывается в такие варианты тоже есть вот как в этой партии то мы задвигаем пешку на f4 захватываем много пространства белый прогонять моего слона и здесь совершаю белую ошибку играют слон g5 здесь же стоило сначала съесть и скорее всего я бы совершил я собирался бы надеюсь есть конем потому что это типичный ход для таких позиций именно конем съедать но компьютер указывает что здесь у белых очень крутая атака слон g5 на что по мнению компьютера сильнее всего отойти конем обратно на е7 что я бы никогда бы не сделал ни за что я бы поставил бы ферзя на е8 получил бы слон h5 надо играть же 6 и после слона f3 позицию у белых поприятней есть зацепка есть слабости в лагере черных линия f прикрыта и черным немножко есть тяжело продолжать свою типичную атаку для такой позиции по мне компьютера сильнее всего на е это съесть ладьёй что вот на моей памяти сколько я играю ход слон c5 ну вот это впервые когда ладью сильнее съесть чем конем на ход слон е3 логичным b6 белый играет слон d3 и здесь компьютер советует однозначно отдавать качество играет bc что тоже для меня неподъемно никогда бы я не отдал это качество слон f5 кони в 5 на ход слон c5 играть а5 с неясной позиции убил белых лишнее качество у черных потенциальная неплохой конечно центр выведут пешку на d5 на d4 должны задвигать на е5 но там есть слабости то есть для меня это лично неоднозначно но компьютеру уверяют что здесь у черных все в порядке не знаю не знаю мне сложно это принять в парте белые пошли слон g5 что значительно упростили мою задачу потому что подобные позиции не встречались не один раз здесь задвигаем пешку на f4 чтобы слон не мог вернуться назад слон к ловушке белый играет h5 нападая на этого слона и b6 надо избавиться от сильной пешки c5 съели съедая пешка открываю линию для ладьи белый играет конь d4 я ставлю слона на b7 конь b5 и перевожу слона на е5 вот идеальное место для слона здесь он стоит хорошо контролирует эту диагональ ну пешку f4 он так на всякий случай пускай защищает так то у нас ладья есть но слон на е5 это гвоздь позиции стоит шикарно белый залезает конем на d6 нападая на слона и я играю слона 6 и здесь белый пожалуй делают решающую ошибку отходит конем на c4 стоило поменять этих слонов пойти f3 скорее всего я бы пошел бы ферзь b8 чтобы прогнать этого коня и пойти d5 и здесь все равно в этом варианте у черных чуть-чуть поприятнее но еще требуется очень точная реализация получилось бы она у меня или нет это уже вопрос другой а так здесь за черных играть поприятнее конь здесь явно сильнее вражеского слона очень много слабости у белых пункт е3 пункт g3 пешка d проходная за ней конечно надо слить чтобы не потерять но очень неплохо стоит ладья на a6 по открытой линии давит на пешку a2 в будущем хотим поставить ладья опять ладья c5 и залезть куда-нибудь на c2 например если это получится то черные однозначно должны выигрывать белые же залезли конем на c4 на что я просто съедаю этого коня очень неприятного и играю ферзь и 8 убираю ферзя из подсвязки и присматриваю за пешкой h5 белые ставят ладью на c1 я коня веду в центр конь b5 пытается евгений выбить моего моего сильного коня но я подвожу 2 происходит размен f3 я съедаю пешечку пешка теряется здесь очень неприятная связка король должен идти в центр на что я на всякий случай ферзем отхожу чтобы нигде не земной никакой там слон е7 например да и без качества могу остаться тогда белый слон f2 и пора вскрывать король находится в центре доски это значит надо вскрывать центр поэтому провожу d5 происходит размен слон отходит теперь моя задача добраться как можем быстрее до короля для этого нельзя чтобы он ушел на е1 и куда-нибудь вот в эту сторону поэтому ставлю ферзя на е7 чтобы ферзь контролировал всю эту линию при этом одна из идей залезть ферзем еще и на b4 белый играет а3 не пускают моего ферзя ну кстати надо сказать что здесь на самом деле самое простое это было просто съесть еще одну пешку на а2 и быть с двумя лишними пешками возможно даже с тремя пешка b2 вполне возможно тоже теряется но я слишком сильно увлекся атакой и как-то даже и не заметил что водя может съесть пешку на а2 а3 провожу b5 я хочу b4 вскрыть игру ладья е1 связка гроза слон d4 такой сделать я не намеренно отхожу от связки ладья c3 ну и тут аж прям хочется b4 пойти а b естественно ферзь съедать пешку не может теряется слон ну сдвоенная пешка никуда не отойдет это как раз по нашей теме которую я не так давно записал посмотрите последнее видео это мнимая жертва пешки вот она b4 а b ладья b8 пешка возвращается но это происходит эффектно мы сделали с конкретной целью раскрыть линию а раскрыть линию б и добраться до короля и это у нас удалось я b3 он идет в центр доски нападая на ладью происходит разбем ферзь а4 теряется пешка на b2 и здесь евгению надо было играть король d1 он как раз своих рассуждений тоже когда играл эту партию удивился почему он короля сюда не поставил и здесь позиция на самом деле не совсем простая висит конь на d4 висит угроза ферзь е8 шах и потеряется слон на е5 и здесь со стороны черных один единственный правильный ход это ферзь c6 не знаю увидел бы я его или нет наверно увидел скорее всего то есть я осознал бы что здесь все подписает и надо менять ферзей обязательно и после размена ученых две лишние пешки хорошие шансы на победу но до победы еще далеко еще нужно очень грамотно играть напоминаю что это блиц хоть две секунды там прибавлялась ему играть с контролем 3 плюс 2 но все равно зная как я играю в цейтноте ужасно если дойдет до цейтнота то скорее всего ну не скорее всего но были бы шансы что я мог бы что-нибудь здесь напортачить белые отошли на c1 и тем самым сами попали залезли под мат конь b3 если отойти королем на d1 то ладья d2 мат в партии было съели я съел ферзя ну и здесь евгений уже сдался все-таки у меня лишний ферзь и раскрытый король тут дома то бы дел бы точно бы дошел так что вот такие вот на мой взгляд две интересные партии это первые мои победы евгений мы один раз уже играли и тогда партия завершилась в ничью вообще евгению отношусь большой симпатии мне нравится что он делает нравится его манера подачи и то что я смог его обыграть для меня это большой плюс но надо сказать что мы были не в равных условиях он проводил стрим а я просто играл получал удовольствие и при этом еще подслушал его стрим так что нельзя сказать что это прям с честные результаты но тем не менее мне приятно так что на этом все до новых встреч и всем